Здравствуйте, друзья! На этот раз я здороваюсь с зрителями, с подписчиками, с участниками канала под названием Галкин сад. И этот фильм я посвящаю самой Литвиновой Галине. Уникальная женщина, уникальный канал, скоро будет полмиллиона подписчиков. Но вся беда в том, радость заключается в том, что этот канал называется Галкин сад. И большинство это и есть садоводы. А каналы, где миллионы подписчиков, вы знаете. И все президенты называют дебильными, но почему-то там подписчиков больше. Значит садоводов становится меньше. Я хочу с небольшими фильмами минут по 10-20. Сейчас говорят, люди устают долго смотреть. Да и времени нет. Вот. Как начинать, с чего начинать. Вот. А у многих уже есть сады. И нужны чисто практические советы. Большинство моих советов заключается в том, чтобы ничего не делать. Это кажется странно, вызывающе. Как же так? Что значит ничего не делать? Да там полно работы. Летом практически каждый день только успеваешь резать, 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 убирать, убирать, убирать. Вот. Белить, белить, белить. И все это железо уговорить не надо. Но дело в том, друзья, что за моими словами стоят дела. Это лучший сад в России. Вот. Включая Кубань, Северный Кавказ, включая север Украины, Белоруссию. Как-то так случайно случилось. И здесь новая идеология. Здесь идеология не мешать. Вот. Но к этому будем подходить постепенно. Единственное, что впереди весна. Уже сегодня у нас 17 января. Да, через месяц-два. Вот. Журчат ручьи. Это есть такая песня. И отношение... Первый же совет, раз уж я здесь. Смотрите. Вот это взрослые деревья, да. В данном случае абрикос. Вот. К ним подходить нельзя вообще. Одно из основных моих противоречий с официальными... С людьми, которые облечены званиями и погонами, это то, что никаких работ в это время производить нельзя. Нас нарушать нельзя. Вот. Есть такое... Я видел такие дебильные пляски. Я их называю пляски святого вита. Это когда берут... Играя роль клоунов, не буду уже называть какой телеканал, прыгают и говорят, мы занимаемся снегозадержанием. Вот. Я говорю, снег у нас это нерушимый. Как вот вроде положено, не подходить, не нарушать. Это главная защита от морозов. Но приходит весна. Еще вот такие вот. Ну, это уже грушу вряд ли мыши с зубами загрызут. Ладно. Но вот такие могут. Вот, видите. Это абрикосики молодые. Когда-то здесь росли груши. Вот они. Вот. И у меня есть фотографии с сумасшедшими урожаями. С сумасшедшими урожаями. Так, но тем не менее, я их спилил, потому что места другого нет. Для лучшего российского сада места в Сибири нет. Вот. Подумаешь, в миллионы гектар зарастают соснами сейчас. Потому что и бросили пахать. А здесь, получается, приходится отказаться от, ну, довольно средних груш. Потом я покажу супер груши. До 500 грамм весом сладчайшая. Если мы доживем с вами до этого, если это все будет размещаться на канале. А пока практически, такой у меня практически совет. Приходит весна. И вот здесь вот, так как все-таки от мышей избавиться сложно. Да, наверное, и невозможно. Здесь надо топтать вокруг. Мыши любят открытых пространств. Может, даже лопаты, как угодно. Здесь надо очертить. Вот, я сейчас возьму. Я, правда, в этих туфельках. Вот. Вот так вот обойду сейчас. Видите? Ну, это ради дела. Радовато. Лучше бы не трогать нас. Но ради фильма. Вот так вот круг. Вот так вот его надо обтоптать. И тогда мыши сюда не полезут. Так, ладно, один совет я дал. А, ну это будет где-то примерно конец февраля, начало марта. В это время мыши окончаются их запасы. Вот, в этих кладовках их них. И они вынуждены есть. Я читал, как умирали миллионами крестьяне. И последняя их еда была кора деревьев. Умирали от голода. Вот это страшная вещь. Ничего удивительного, что и мыши тоже кору грызут. Вряд ли, они же любители злаков. Вряд ли им это нравится. Ну, что поделать. Вот это питомник. Вот это просто питомник. Вы сейчас видите. Вот они подросли, сеянцы. Потом они будут привиты. Это, видите, видите, вот так вот это абрикосы, да? Вот, посмотрели. Вот это постарше. Здесь уже еще питомник. Еще немножко прошли. Вот здесь были деревья. Они были, одно-двухлетки, они были проданы. Иначе войдешься в места, другого места нет. Снова садятся деревья. То есть это, в данном случае, это сибирки, которые из леса привезли. Там выкопали корневые отводки. Прекрасные вырастают саженцы. А потом деревья и с сумасшедшими урожаями. Вот, все это увидите в последующих сериях, если мы с вами будем продолжать дружить. Вот. Что я не болтун, смотрите, это не проданы. Вот, саженцы у Сергея Железова, мой сын, дорогие. Допустим, этот бы стоил тысячу рублей, так? Если еще не накинуть цену. Вот прямо питомники засветают. За два года не был продан. Зато посмотрите, какая получилась ненавидчивая реклама. Видите? Вот, туда смотрите, туда смотрите. Вот, смотрим дальше. Постепенно питомник вытесняется. Часть деревьев остается навсегда. Это очень важно, друзья. Посмотрите, видите? Здесь еще продаются саженцы. Но уже... А здесь питомник полностью вытеснен. Поэтому я называю кочующий питомник. Вот. Здесь еще саженцы были проданы. И вот замена растет. Посмотрите, сколько плодовых веточек. Видели? Вот. Все скороспелое. А вот это вот уже остались навсегда. Вот она груша. Естественно, сладчайшая. Когда-то я буду, если будем дружить, знакомиться с грушами уже по сортам, запоминайте. Единственная груша, у которой вот такие вот... Единственная. У которой вот такие вот почки. Это память Яковлева. Один из суперсортов. И по урожайности, и по морозостойкости, и по вкусу плодов. Невероятный. Значит, видите, он был оставлен. Принцип такой. Вот еще одна. Сходу не скажу, какая. Потому что если эти почки резко выделяются, отличаются, то таких, может быть, десяток сортов. Вот. И тогда, получается, нужно смотреть бирку. Ну, а о сортах поговорим потом. Вот. Яблони. Вот она, видите. Посмотрите, сколько черенков пойдет на прививку. Следующего поколения. В общем, вот это, вы видите, уже маточный сад. Его задача обеспечить вот этими вот прекрасными ветками, обеспечить питомник железово. Ну, вы видите, что места мало, питомник идет вот такими вот кусочками. Вот такими вот по нескольких квадратных метрах. Вот. И получается так. Здесь еще питомник сохранился, места оставалось немножко. А здесь уже все. Полюбуйтесь. Это маточный сад. Смотрите, сколько прекрасных побегов. Великолепных. Вот они все метровые. Это пойдет на прививку. Сергей будет брать. Вот. Сейчас я на секунду отвлекусь. Попрошу, чтобы нам не мешали. Юля, я кино снимаю на даче. Что-то срочно? Ой, я перезвоню. Ладно, потому что кино идет, все слышат. Так. Спрятал телефон. Пойдем дальше. Значит так. Сбили меня с мысли. Итак, вот они. Приросты. Или я их продаю. Вот. И зарабатываю на этом деньги. Чтоб такие же сорта были у вас. Но это для, как бы сказать, уже... Это уже вторая проблема. Это проблема для тех... Вот, смотрите, прекрасные какие, да? Проблемы для тех, кто будет заниматься уже прививками. То есть, у которых будет не просто посадил семечку или готовый саженец. А кто потом еще и привьет. Вот. Ну, и так как время идет. А тут получается, что немножко я плохой компьютерщик. И мой фильм могут забраковать в том плане, что, мол, тяжелый. А я даже слова такого не знаю, но... Мне... Я вынужден ограничиваться, ну, допустим, 15 минутами. Ну, 20-ю. Вот. Есть технические причины, в которых я просто не разбираюсь. Вот. В одном деле разбираюсь, в другом нет. Итак, мы идем. Уже еще раз повернулись. Увидели. Одногодки. Увидели там двухлетки, трехлетки. И самые взрослые, там, где мы хвалились, там были трех-четырехлетки. Они уже остались навсегда. А вот это вот тоже бывший питомник. Посмотрите. И справа бывший питомник. И слева бывший питомник. Вот. Я вам сейчас покажу. И плюсы, и минусы перехода из питомника в маточный сад. То, что я называю, кочущий питомник. Смотрите внимательно. Вот. Здесь тоже был питомник. Вот. Все, что от него осталось, это громко сказано. Дело в том, что это сейчас кажется, что уже денька, а летом тут пройти нельзя. Они мешают друг другу и даже засладяют о солнце. Ну, вот один из моих примеров. Вот. Еще раз говорю, плюсы и минусы. Сейчас поймете, почему я так говорю. Давайте посмотрим. Внимание. О, черешня. Настоящая черешня. Видите, она называется брянская розовая. Вот она, да. А почему в одном метре растет груша? Великолепная груша. И вы становитесь специалистами. Многие у нас скажут, ага, Валерий Константинович, ты там питомник я показывал и сказал, что суперсорт памяти Аковлера. А здесь точно такая же. Все. Закрепляем учебный материал. Это тоже память Аковлера. Но какая, какое это чудо, какой у нее вкус. А почему вот так вот получилось? А потому. Здесь. Знаете, это, я люблю анекдоты. Вовочка спрашивает, это, учительница, сколько будет 2G2? Он говорит, 4. Учительница говорит, обоснуй. А он развел руками, говорит, так исторически сложилось. И вот исторически сложилось, что на этом ряду вот так вот росли, вот смотрите, я показываю, вот так вот росли черешни, а тут вот росли груши. И получилось так, что лучшие из лучших оказались, во, красотища. Ну вот. Да, уже мешают друг друга. Но когда стал вопрос, вы знаете притчу про буриданного осла, который умер с горя, умер от голода, потому что, хотя перед ним было две кормушки, ему повесили по ошибке две торбы. Вот. И в одной отборной ячмень, и в другой отборной ячмень. Вот. Настолько они были отборные, что он долго выбирал, выбирал, какого кушать. И долго не мог выбрать, вот, долго, это самое, этот кусинет, это кусинет, и так я не выбрал, умер с голоду. Вот. Вот это я тоже был как-то тот буриданного осел, потому что мне надо было решать, от чего избавиться. От черешни, а она плодоносит. Так. Или от груши памятя, которая тоже плодоносит. Вот так я оказался в таком положении. Вот. И один пример. Но, если плюс-минусы, дело в том, что вот сейчас, если вы приглядитесь, вот, внимание, вот там, оттуда идем, это у меня слива, 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 слива венгерка. Перед вами груша, так называется, с, это, господи, это, и, 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 лада. Теперь опять венгерка. Теперь яблоня. Теперь груша. И опять густо. Но пока, слава богу, я их специально не режу, не формирую. Единственное, что я беру черенки на прививку, видите? Вот. Видели? Вот. И получается, что это сдерживает их рост. Им примерно сейчас по 10 лет еще сильно не мешает друг другу. И у этого загущенной посадки, хотя это ненормально, я считаю, есть все-таки один плюс. Знаете какой? В нем практически нет насекомых. Я никогда не обрабатываю ни разу ничего. Не опрыскиваю, ничего не делаю, ни профилактическое никакое. Даже отли. Там тли практически нет. Вот. Не удобряю, не подкармливаю, не поливаю ничего. Вот. Получаю очень даже урожай. Как что значит очень даже, если у меня телевидение. Сами знаете, сколько фильмов сняло. Вот. Я уже досчитал до 40, а дальше сбился. Это только телевидение. Вот. Включают длинные документальные фильмы. И вот получается вот этот... А, кстати, вон еще манджурский орех. Видели? Вот. А вон еще вишня, слива. В общем, все это составляет... Я это называю крепостью. Почему? Летит себе крюшками бяк-бяк-бяк-бяк-бяк, как там этот самый... Тля, да? Вот. Она любит яблоню. Вот она, яблоня. Но она, прежде всего, упирается в грушу. А у меня на грушах нет никогда, не было и не будет ни одной тлинки. Вот так получается. У кого есть такое понятие грушовая тля, у меня этого нет. Почему? Очень деревья... Как их назвать-то? Деревья очень... Имеют высочайший иммунитет. Это отдельная тема. Это прививки на дикари. На дикари привит яблоня, на дикари привит груша. Если там венгерка слива привита не на дикаря, то все равно это такая надежнейшая вещь, как китайские сливы. Вот. Что фактически получается в сумме по 2 плюс 1 высочайший иммунитет. Вот. И вот еще. Проходит время. Да, они дают мне плоды, но главная их задача, внимание, это одно дерево. А, нет, вот второе, правее, смотрите. Вы видели, сколько черенков? Вот. Вот это и есть маточные деревья. Судьба их незавидная. Когда оно было помоложе... Посмотрите внимательно. Видите, что нижние ветки частично обрезаны. Вот. Когда они были помоложе, так, и с нижнего яруса брал. У них прививка вована, но вот вот. Сейчас снегу примерно сантиметра 2-3 всего. Вот видите место прививки? Хорошо видно, да? Вот. И уже отсюда, с привитой части, я брал черенки. Вот. Прошло время. Ну, что делать? Что делать? Дерево росло себе вверх. Вот. Здесь уже получалось, где кончик сухой. В общем, это... Но. Никогда их не отрезаю. Вот. Есть такое понятие, загущение надо обязательно отрезать. Да еще заподлицо со штампом. Вот. Ну, пожалуй, наверное, я все и сказал. Иначе этот фильм не удастся разместить. Еще раз Галкину саду привет. Вот. Галине Литвиновой привет. Спасибо за сотрудничество. Вот. Будем дружить. Мы одной крови, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!